Памятник архитектуры в стиле сталинский ампир. История прославленного Зимнего театра началась в далеких 30-х годах. Именно тогда возникла идея создания театра, который станет главной концертной площадкой юга страны. Таким он является и по сей день. На его легендарной сцене выступают гастролирующие коллективы, артисты и музыканты со всего мира. Ну а первое представление здесь состоялось именно 15 мая, 80 лет назад. Одним из важных событий юбилейной программы стала церемония специального гашения литерного конверта с изображением Зимнего театра. Конверты, погашенные художественным штемпелем, сегодня стали филателлистическими и историческими экспонатами. У Зимнего два дня рождения. В ноябре, в этом месяце 37-го года здание приняли в эксплуатацию. И в мае, 15 мая 1938 года, началась творческая жизнь театра. С тех пор прошло 80 лет. К важному событию в жизни города выпущен особый почтовый штемпель. На нем и зимний, и сочинский индекс. Срок жизни художественного штемпеля всего один день. Поставить отиск штемпеля спецгашения на конвертах сегодня мог любой желающий. Происходило это на главпочтамте. Ну а первыми литерные почтовые конверты в стенах здания юбиляра погасили руководитель Сочинского концертно-филармонического объединения и директор музея истории города-курорта. Конечно же, век цифровых технологий важны цифровые показатели. И у этого проекта, несмотря на всю его архаичность, есть тоже очень эффектный показатель цифровой. Полмиллиона экземпляров конвертов, которые, конечно же, не только разойдутся по почтовым линиям по России и далеко за рубеж, но, конечно же, они останутся в коллекциях частных филателистов, Музея истории города Сочи. Дорогие горожане, и вас с днем Зимнего театра! Самое красивое здание, самое значимое – это памятник федерального значения. Наш музей пополняется новыми экспонатами, которые смогут представить всю историю творческой жизни этого замечательного театра. Сегодня конверты, выпущенные в честь 80-летнего юбилея Зимнего театра, стали памятными сувенирами и музейными экспонатами. Сам же музей истории через два года тоже будет отмечать юбилей 100-летний. Такую процедуру празднования, не менее значимая достопримечательность курорта, взяла на заметку. Инга Габеша и Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ».